Эммонсон Журналист Хайди Шулман договорилась о встрече с Мэнсоном, чтобы взять у него интервью и выяснить, спустя столько лет испытывает ли он угрызение совести, сожалеет ли о совершенном, чувствует ли он себя виновным. У нас была небольшая дискуссия о том, передавать ли его ответы в эфир. Половина была категорически против того, чтобы создать Мэнсону лишний пиар. Вторая половина была за, полагая, что кому-то из вас будет интересно послушать Мэнсона. Как бы то ни было, вот что сказал Мэнсон. Чарльз Мэнсон отбывает пожизненный срок в тюрьме Сан-Квентин, где мы взяли у него интервью, а также поговорили с Нуэлом Эммонсоном, автором книги. Наш разговор длился полтора часа. В течение этого разговора Мэнсон иногда говорил совершенно четко и разумно, иногда путанно и совсем непонятно. В своих словах, которые господин Эммонс цитирует в книге, совершенно ясно, что вы виновны в убийствах, и тем не менее, во всех разговорах с вами вы ни разу не выразили чувство угрызения совести. Угрызения совести за что? Вы, люди, сделали со мной все, что можно было сделать. Разве у меня нет с вами равных прав? Я могу сделать с вами все, что захочу и когда захочу, потому что вы сделали это со мной. Если вы плюнете мне в лицо, дадите пощечину и бросите в камеру одиночного заключения, и как вы думаете, что будет, когда я выйду отсюда? Я виновен. Я не делал ничего такого, чтобы чувствовать себя виновным. Вы совсем не испытываете чувство вины? Мне не нужно чувствовать себя виновным. Я не сделал ничего такого, чтобы мне было стыдно. Возможно, я сделал недостаточно. Мне может быть стыдно за то, что я не сделал достаточно. Что я недостаточно отдал. что был недостаточно принципиальным, за то, что не понимал, что был глупым. Возможно, мне надо было убить 400-500 человек. Тогда бы я чувствовал себя лучше. Тогда бы я чувствовал, что я действительно смог предложить миру кое-что. Знаете, если бы я хотел кого-то убить, я бы взял эту книгу и сбил вас до смерти, и ничего бы не почувствовал. Это было бы как сходить в аптеку. Ты чувствуешь вину? Ты сошел с ума? Ты чувствуешь раны? Ной Лэммонс, бывший заключенный, который познакомился впервые с Мэнсоном в 50-х, он утверждал, что эта книга — результат беседы с Мэнсоном в течение 7 лет. И он хочет показать, что Мэнсон не лидер, не гуру, а просто неудачник. Почему эту книгу стоит прочитать? Моя главная цель, когда я только начал работать над этой книгой, было желание разрушить миф. Я хотел показать, что он не такая сложная личность, что он не культовый лидер и так далее. Как про него говорили. Я не вписываюсь в общество. Я не способен к жизни в обществе. Нет, нет, так и есть. И нет ничего плохого, чтобы быть неспособным. Потому что тогда тебе не нужно много делать. Если ты способный, то приходится много делать. Но есть и другой аспект. Я научился отражать. Я отражаю все обратно. Я знаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что я глупый. Я знаю о своей глупости. Я жалок. Я не добился успеха ни в чем. Я даже доходил до той точки, когда я не хотел быть ни в чем успешен. Быть успешным, что это значит? Деньги? У меня были все деньги мира три раза, и мне пришлось их вернуть. Это глупая игра. Мое сознание отличается от сознания человека, который ходит в школу, у которого была мама и папа. Из-за отсутствия родителей я оказался в другом измерении, если можно так сказать. У меня не было кровати дома, у меня не было ничего. Мне трудно запомнить, что было на завтрак. И на самом деле, если бы у меня были две-три девушки, которые мне помогали, я бы потерялся и не знал, что делаю. В книге вы пишете, что ни в одном разговоре с Мэнсоном вы не замечаете у него угрызений совести. А вы видите это сегодня? Он совершенно погружен в себя и в свою правду. Ребят, вы зациклились на том, что я кого-то убил. В вашем мозгу застряла мысль, что я убил кого-то. За что вы называете меня убийцей? Я никого не убивал. Мне не нужно никого убивать. Я думаю про это. Это у меня вот здесь. Кто этот мужчина, с которым вы разговаривали на протяжении семи лет? Для меня он заключенный, который потерпел неудачу. То есть он человек, который не способен. Я действительно так считаю. Начать ощущать землю и что-то в этом роде. Я имею в виду, что были наркотики, которые все инициировали. Потом чернокожий парень. Смерть Гарри Хэнмана. И снова это было связано с наркотиками. Отсюда все пошло. То есть не было никакого духовного подтекста. Это просто была группа людей. Дети, которые жили сами по себе. Это было время вечеринок и игр. Из-за наркотиков игры стали серьезнее. И первое, что случилось, это убийство. Всю свою жизнь я грабил продуктовые магазины, продавал всякую мелочевку, укрывал несколько автомобилей и обналичил пару чеков. Я мелкий воришка. Я общался с проститутками, бездомными, алкашами всю свою жизнь. Улица — это мой дом. Я не претендую на то, чтобы появиться в дорогом районе и выглядеть прилично. Я могу это сделать. Но тот мир, где живу я, я нахожу намного более реальным. И реальный мир — это тот мир, к которому я каждый день имею отношение. А пока я иду в другой. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...